Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Смотрите, какая у нас погода, какие темные небеса. Уже третий день подряд практически такое. Иногда ураган проходит мимо, ветер жутко сильный. Мы гуляем, дышим озоном. Иногда и дождь немножко проходит, но легче не становится. Парилка жуткая. А вчера было 48 молний за несколько минут, по-моему, кто-то снял, посчитали. Мы в это время на улице были, да, красота нереальная. Причем там чернота, а тут солнышко. И все громыхает. Дождь ушли домой, Ксюшка с балкона пускает пузыри и ждет радугу. Смотрите, какая чернота и солнце, а радуги почему-то нигде нет. Зато забрали покупчики с Вайлберез и Озон. Сейчас покажу. Так, вбрев забрали, это, по-моему, с Вайлберез. Что-то никакой наклейки нет или один. Вайлберез, наверное, да? 300 с чем-то рублей артикул, да? Дешевле его сейчас нигде нет. Три штуки. Я раньше брала СДС-99, а в Магнит Косметик 4. Но сейчас уже таких цен нет. Так, что у нас здесь еще? Тряпочки я так ждала. И еще Жень заказал себе брызговики вот такие, которые рассеивают как зонтиком, да? То есть не струю бьют, как обычные стандартные, а зонтиком. Форсунки-смыватели. О, да, они такие рассеивающие. Будете вставлять пробовать, вроде они универсальные. Кому интересно, потом спрашивайте. Вот такие тряпочки, девчонки, три штуки для уборки. Они безумно красивые, безумно крутые расцветки. Вот артикул. Так, салфетки для уборки три штуки. 25 на 25 микрофибр. 100%. Прям очень хвалили. Много подобных тряпок на Вайлберез. Можно 10 штук купить набором, не сильно дорого, там за 300-400 рублей. И еще, по-моему, 200 рублей. Три штучки. Если понравится, возьму себе еще таких на смену. Вот какие хорошенькие. Так, три. Я что-то прям запуталась в камеру, смотрю. И писали, что не цепляет. Ну, вроде не цепляет, да? Я не люблю, когда тряпки, вот они цепляются за кутикулу, да? Нет, вроде не цепляются. Мягенькие, то есть, с одной стороны, такая. Они вообще спокойного оттенка. Камера почему-то делают вам их яркими. Они очень спокойного оттенка. Бледно-бледно, постельно-розовый и мятный. Вот, больше вот так, да? Камера иногда чудит. А это поярче, она больше салатовая. Они такая зеленая. Свет камер чудит. Подсветку включила, потому что... Смотрите, какие они классные, красивые, аккуратненькие. Достаточно толстенькие. Да, и стильненько смотрится. Здесь тоже вот так, вот так. А здесь сирененькая. Вот такая. Тоже вот цвет. Ну, этот цвет практически правильно передается. Немножко побледнее. Он розовый, правильно. Вот так красиво они сделаны, стильно. Впитывать воду будут хорошо. Чувствуется это. Хорошо должны впитывать воду. Класс. Буду рассказывать потом, как он в эксплуатации. Так, потом еще сейчас на Озон забрали. Все-таки это на Озон, наверное, было. Да, Брев с Озона был. Артикул салфетки. Влажные-влажные салфетки. Шесть штук. Там, семь сотых штук получается. Вообще за 300 с копейками рублей, девчонки. Они вот так в коробке приходят. Сейчас открою. Выглядит здесь шесть пачек. У нас сейчас летом расход салфеток вообще бешен. Очень много гуляем, очень много опачкаемся. Едим на улице. Поэтому всегда вытереть ручки. А после дождей, если гуляют, что вообще там полпачки за раз уходит. Поэтому заказываю вот так. Я беру и Фаберлик, естественно. Они у меня дома лежат. А вот такие больше походные варианты. Потому что дешево. Смотрите, причем такая упаковка. Ну, всегда беру с таким вот замочком. Уже второй раз беру. Первый раз не такие брала. Но тоже за 200 с чем-то рублей шесть упаковок по 120 штук. За 300 с чем-то. Копейки. Правда? Смешно. Да. Сейчас посмотрим. Ну, плюс. Откроем у нас уже как раз заканчиваются. И открыла. Такие салфеточки в обычной. Ничего сверхъестественного. Нормальные, влажные. Как бы все хорошо. В обычной салфетке. Все как бы норм. Пахнут вкусно. Алоэ пахнут. Какой-то парфюмерной одушкой. Но не сильно блющутся в нос. На. На. Скорее тебе все надо. Пострельтай. Так что. Дешево и сердито. Сковорода еще пришла, девчонки, Сазон. Тефали. Я ее урвала за 790 рублей. Она была по 990. 26 сантиметров, но без крышки. Сейчас распакую, посмотрим. И у меня 200 баллов было. То есть вообще круто. У меня одна сковорода рабочая. Прям не хватало. Такая красотка. Достаточно легкая. Прикольная. Мне нравится дно. Такое интересное. Сейчас в ней как раз я буду готовить. Посмотрим. А так это, в принципе, не сильно тонкое. Не знаю, кто-то хвалит Тефали. У меня давно, кстати, не было Тефалевских сковородок. Даже не вспомнили. Здесь точно кто-то хвалит, кто-то ругает. В общем, сейчас попробую. Вроде неплохо. Прям не очень нравится. Это фарш обжариваемый. Макароны по-хлотски будем делать. Ничего не пригорает. Минимум масла. Пока довольна. Буду пользоваться дальше смотреть. Так, девчонки. Сейчас у нас с вами эксперимент, который я обещала вам в прошлом обзоре заказов Uberlick. Кстати, крем для век вот этот экспертовский нанесла в распродаже по срокам годности. Есть какой-то холодок и пощипывание. Не знаю, буду наблюдать, смотреть. Что мы с вами сейчас будем делать? Сейчас покажу вам, какие у меня пятна, которые ничего не отстирывают, даже при 95 градусах. Сейчас будем пятна выводить или отбеливать, или разводить кипятком. И фигачить. И стирать. Смотрите, вот такие пятна. Это на Ксюшиной белой футболке. Ничем не выводится. А вот такие пятна на Крестюшином платье. Я не знаю, от чего это, от еды, от какой-то похода делала. Вот. Видите? Такие яркие. Моя белая футболка, она вообще стала не белая. Тоже тут есть пятна. После отдыха я ее там все уделала, блин. В речке стирала. Тут тоже пятна какие-то есть. Такие вот непонятные. Так, сейчас мы с вами берем отбеливатель, артикул 328. Берем с вами пятновыводитель 327. И я беру два стакана, наливаю туда кипяток. Сейчас кипячу чайник. В один стакан развожу ложку этого средства, в другую ложку этого. В пятновыводителе ложка есть. И буду запускать стирку. И добавлю еще, наверное, две ложки порошка. Универсального. Уберликовского. И на 95 зафигачу. Посмотрим. Погнали. Кто не знал, так можно и порошок фаберлик активировать. У кого слишком жесткая вода, и он плохо отстирывает. Так. Прямо вот так ложечку. Ага. И вот так. Зачерпывайся, дорогой. Мне жалко просто эти вещи. Я обычно не заморачиваюсь. Но именно вот эти вещи, мне нравятся, я их люблю. И мне их жалко. О, как шипит. Кто не знал, еще вот таким способом можно отмывать термосы, кастрюли, чашки, которые... А-а-а, пена через край пошла, господи, я испугалась. А-а-а, трындец, говорится. Я тебе же вещами и прикладываю. Не повторяйте моих ошибок. Берите либо глубокую тару, либо делайте это возле машинки. Посмотрите, что творится. Замачиваем одежду, короче, мы с вами. И это трэш. И она все идет, и идет пена. Как я это делаю, сейчас все в машинку понесу. Короче, обернула вот этой же одеждой. Отнесла быстро, залила машинку. Оно все еще пенилось. Стол весь в этом во всем. Короче, трындец. Делайте это прямо возле машинки, быстро выливайте барабаны. Или берите какую-нибудь высокую тару, прям совсем большую. И туда немножко кипятка и ложку средства. Круто. Кружки белоснежные. В общем, покажу вам после стирки результат. Слушайте, ну футболка Ксюшина отстиралась. Тут пятна я не вижу, которые мы с вами видели. Моя футболка. Так, а, нет, подождите, это другая, наверное, футболка. Сейчас посмотрим. Нет, не отстиралась. Вы представляете, нифига не отстиралась. Я не знаю, что это за пятна. Даже такая тяжелая артиллерия. И вообще ничего не отстирала. На Ксюшиной как было, так и есть. И на платье все как было, так и есть. Вообще капец. Я в шоке. Конечно, я стирала на 95 градусах. Вот они все пятна. Ну, тут немножко вверху посветлели. Да, но они... Да, вверху более-менее отстирались. А вот тут все на месте. Моя футболка более-менее. Но прежний белый цвет я тоже не вернулся, да? И отбеливатель плюс пятновыводитель. Вообще, конечно, капец. Ну что, у нас с вами в дело вступает карандаш пятновыводитель фаберликовский. Сейчас буду натирать им пятна артикуль и пробовать стирать. Посмотрим, что получится. Кто не знает, как он выглядит. Вот так он выглядит. Мы с вами одну наклеечку вот тут отклеиваем. И натираем пятно. Вот. Отклеили и будем сейчас обрабатывать пятно и закидывать еще на стирку. Натерла все. Пока без изменений, что-то это ядреное. Так у меня карандаш все отъедал. Вот эти пятна, которые... Фокус. Первые натерла, они как-то уже начали светлеть. Посмотрим сейчас, пусть полежит. И потом отправим в стирку. Приделась, уже не могу подсветку сделать. Вот пятно на футболке еще заметно, а на платье вывелось. Ура! Так что карандаш, девчонки, это сила. Ну вот тут чуть-чуть след есть. Вот тут уже не видно. Вот тут уже не видно. Сейчас буду стирать. Вот тут еще затирала. Были мелкие пятна вверху оставались. Тоже ничего не видно. Карандаш сила. Больше ничего не буду брать. Никакой отбеливатель, пятновыводитель. Вот карандаш и все. Он все убирает. Кину футболку спасти не удалось. Может, конечно, еще раз попробовать. Но это ладно, это фигня. У нас таких футболок миллион. А платьица спасла. Все, все пятнышки ушли. Вот тут чуть-чуть бледненькое одно видно. И вот тут чуть-чуть. Мне даже когда высохнет, не будет видно даже. А что еще раз обработаю? Ура! Платьица Крестюшкина спасли. Я так его люблю. Здорово. Так что карандаш, девчонки, это сила. Сейчас буду тестировать вот такую масочку. Арису из последнего заказа, да, очищающую. Тут написано на 5 минут нанести и смыть. Абсорбирующий пепел лулканический. Здесь якобы на 5 минут тщательно смыть водой. В общем, сначала помою шампунем, потом сделаю вот эту маску. И расскажу вам. Что по маске, девчонки? По маске. Я ее держала вместо 5, 15 минут. Сейчас расскажу прикол. Волосы очень глубоко очищены, очень. Все силиконы с них точно смыты. Как бы нет никаких сомнений, но они очень жесткие. Я потом питала, питала маслами. И все равно при укладке, то есть они сухие. Я могу смело рекомендовать эту маску обладательницам жирных волос. У кого быстро волосы пачкаются, жирные у корней, и вам прям будет счастье. Вот честно. Потом пошли гулять. Не пойму, откуда такая вонь. Думаю, может коляску опять коты пометили, может еще что. Вонь нереальная. Сейчас уже нет, слава богу, выветрилась. Я напшикала. Это от волос. Это так пахнет маска потом на волосах. Хотя я сушила феном, хотя наносила потом масла. Она вот так вот пахнет. Подружка сказала, что какой-то запах глины морской. А по мне прям, ну, запах, знаете, белье, когда в машинке на 2 суток забываешь, а потом достаешь, мокрая уже, вот она протухла. Вот такой вот запах. Короче, капец. Маска имеет место быть, но раньше, чем, ой, раньше, чаще, чем раз в месяц ее делать не буду, потому что она мне прям сушит. Вот перед покраской у меня идет как раз красочка, буду краситься. Я почистила цвет, я смыла всю тонировку практически. Как бы, и вот, да, в этом плане хорошо. А так вот у кого жирные волосы, прям на лето, сейчас вам, девочки, обязательно она зайдет. Сейчас еще покажем обруч. Девчонки, по обручу. Это он без одной детали, потому что, если все детали собрать, он получается очень огромный. Много вопросов по нему было. Хлипкий, не хлипкий. Вы знаете, он вот как-то гуляет немножко такой вот. Но это из-за его тяжести, потому что он очень тяжелый. Вот эти штуки, они тяжелые. То есть сам по себе обруч, он тяжелый. Вот я его одной рукой, даже мне поднять его тяжело. На самом деле он тяжелый. И крепления, в принципе, нормальные. Сейчас переверну, покажу. Они, в принципе, нормальные, но если туда-сюда постоянно раскреплять, вот эта пластмассовая штучка, конечно, может отвалиться, и вы его больше не скрепите. Девчонки, многие писали в комментарии, что таким образом можно легко себя отбить почки. Органы, такое давление сильное не будет. Лучше простой металлический обруч взять. Мы крутим, мы пока крутим потихоньку. Мне вот такой размер без одного крепления нормально. А когда крутит Ксюша, мы еще одно крепление убираем. То есть его можно сделать меньше, его можно сделать больше, в принципе, как хотите. В этом плане это очень удобно, что размеры под ребенка можно подрегулировать и под себя. Так, пластик хороший. Он достаточно плотный. Вот эти вот крепления, видите, они какие-то косые, кривые. Вот туда-сюда мы уже вставляли. Не знаю, он еще за счет вот этой штуки держится. Так он плотный, плотный, плотный. Но вот эти штуки можно отломить, если туда-сюда постоянно его собирать. Поэтому, не знаю, смотрите сами, надо вам такое удовольствие или нет. Я, конечно, другой покупать не буду, но для себя решила, что обруч крутить буду, поэтому кручу этот потихоньку. А так, конечно, скорее всего, я купила бы обычный. Скорее всего, обычный. После того, как покрутила этот, потому что его реально крутить тяжело, даже у меня вот Катюшка моя пришла, она покрутила этот обруч, она умеет крутить хорошо. Я много-много лет не крутила обруч, поэтому у меня это получается плохо. Но и каждый день все лучше и лучше. и она сказала, что неудобно его крутить. Она покрутила его достаточно долго, но сказала, что совсем его крутить неудобно. Она такой себе брать не будет. Поэтому вот так. На этой ноте буду влог заканчивать. Надеюсь, он был вам интересен и полезен. Если так, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Ссылка для регистрации Фоберлик всегда под видео. И все полезные ссылочки тоже всегда под видео. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока.